Привет, друзья! В студии Никита Загдайцев, тележурнал «Вид сверху» и нам 10 лет. Мы продолжаем. Загадывать желание и напоминать вам, почему баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля и в ближайшие полчаса. Михаил Кулагин и Артём Забелин игроки опытные, но они ещё умеют удивляться. Рубрика «Было-не было». И ремейк большого финала «Зенит ЦСКА» прямо сейчас. «Зенит ЦСКА» – главная вывеска российского баскетбола. А ведь раньше мы называли её футбольной. Вот так всё меняется. Меняются и чемпионы. Чемпионы Единой Лиги ВТБ. Именно в таком статусе теперь «Зенит» ждёт у себя дома ЦСКА впервые. Команды ещё не виделись в рамках Лиги после невероятной финальной серии прошлого сезона. Запаслись попкорном. Открываем составы команд и становится немного страшно, хотя Хэллоуин уже прошёл. У петербуржцев большие проблемы с центровыми. А ведь против них выйдет Никола Мелутинов, игрок месяца в Единой Лиге ВТБ. Невероятно стабильный серб, который стал лучшим, не устраивая ярких перформансов. Зубков и Клименко травмированы. Точно ли в порядке Соломон? С центровым в прошлых матчах приходилось играть даже с Сергею Карасёву. Такова реальность для Хави Паскуаля. Хотя он всегда найдёт какой-то особенный ход. Неожиданный. Неожиданный, как возвращение Сергея Мони в чемпионскую команду. Старый конь борозды не портит, тем более против ЦСКА. Только стоило вспомнить о Моне, как он появляется на паркете. Капитан России Сергей Моня самый возрастной игрок Лиги прямо сейчас. Но он всё ещё в полном порядке. А если отправить в бой одних опытных игроков? Сергей Моня весной будет 40. Виталий Фридзон 37 лет. Евгений Колесников. Хозяину Волги пока ещё 36. Алексей Тростенецкий. 36. И на раздаче Антон Панкрашов. 36 лет нагрузки Зорана Лукича. Это вам не шутки, только уважение. Боевой составчик, правда? Но если кто не выдержит полный матч, есть замена. Григорий Шуховцов вернулся в Лигу. 39-летний центровой подписал контракт с самой молодой командой Лиги. Локомотив Кубань теперь под присмотром ветерана. Хави Фоскуалю приходится очень непросто. Правда, ЦСКА без потерь тоже не обошёлся. Семён Антонов – ключевой форвард на старте сезона. Саймон начал сезон невероятно мощно. И на старте был одним из лучших игроков команды. Ну а Хилл? Форвард армейцев выбыл до конца года. Одноклубники его поддержали командным флэш-мобом в Москве. А Саймон приехал в Петербург поддержать команду. И это был сюрприз. Пусть и на костылях, но форвард был с командой в этот вечер. Зениту в этом матче снова нужно выдать что-то героическое. И сделать это при полных трибунах. ЦСКА мощно вошёл в сезон с глубокой скамейкой. Вероятно, с самой глубокой в Лиге прямо сейчас. Ну что, кто кого? Что придумает Паскуаль? Как сыграет швед? Героизм по-чемпионски или расчёт по-армейски? Стоп, а мы точно на баскетболе? Потому что это похоже на очень крутое кино. Только здесь хочется быть первым ряду, а не на последнем. Все билеты проданы по-другому и не могло быть. Ведь это Петербург, это чемпион, к которому приехал ЦСКА. Полная арена. Вот это баскетбол. Но несмотря на битву двух столиц, на площадке много друзей. Например, Сергей Торопов и Антон Остапкович ещё год назад играли вместе за Нижний Новгород. А Карасёв со шведом были в химках. Николе Мелутинову проще. В матчах против Зенита ему всегда достаётся. Локтями, руками. Но остановить центрового мало кто может. Утром он забрал приз лучшего игрока месяца, а вечером доказал свой статус с первых минут. Да, это круто. Хочется поблагодарить моих партнёров по команде. Без них ничего бы не было. Тем не менее, самое главное – сегодняшняя игра. На самом деле, не было времени радоваться награде от лиги. Весь фокус на матче с Зенитом. Станислав, как первая половина игры? Как и ожидалось от этого матча. Несмотря на то, что очков набрали не так уж мало, но я бы сказал, что защита пока превалирует над нападением у обеих команд. Переживаю, честно скажу. Я первый раз пришёл. Я первый раз смотрю матч и переживательно, потому что, я понимаю, серьёзное противостояние сегодня. Да, это превратилось уже в какую-то такую эль-классику, что ли, да, на испанский манер. Но, если честно, обе команды, представители обеих команд, говорят, осень, всё решится весной, ничего не важно. Они лукавят. Этот матч уже важен и для тех, и для тех. Это такое принципиальное противостояние стало. А вот как вы думаете, что нужно Зениту изменить в своей игре, чтобы поменялся счёт во второй половине? Ой, я вообще ничего не понимаю сейчас пока, что происходит, но я смотрю за игроками и начинаю понимать. Ну, это очень интересно, когда ты ничего не понимаешь, но замечаешь нюансы. А если бы сегодняшняя игра была фильмом, то каким? То, я надеюсь, на хороший финал. Ну, на «Оскар» не тянет пока. Нет, ни в коем случае очень далеко, объективно. Исполнители главных ролей чуть-чуть сдали пока по сравнению с Маем, но у них есть время набрать, подтянуть своё актёрское мастерство к весне. Пара защитников «Кулагин» и «Ртель» в четыре руки набрала 48 очков и затащили матч в концовку. Да, без чудес и невероятной страсти здесь не обошлось. Для вас лично сегодня, правда, был какой-то вот выдающийся матч. Вот с чем это связано? Вот что такого? Может, вы съели что-то перед игрой, там, какое-то секретное, не знаю. Ну, расскажите, поделитесь секретом. Определённо я благодарен вам за тёплые слова и интересную характеристику. В первую очередь мы играем при домашних трибунах. Самое важное для нас здесь – сражаться от начала до конца. Это то, что мотивирует меня каждый день выходить на площадку, делать свою работу хорошо. Наверное, традиционно мы все благодарим партнёров, ибо это командная игра. И только все вместе мы достигаем результат. За минуту до конца отрыв ЦСКА составлял всего два очка. Тайм-аут? Теперь спасать нужно армейцев. Что было дальше? Никола Милутинов. Серб добавляет сверху после промаха Уэйра, и на это уже точным броском Зенит ответить не смог. Вольхен не попадает в открытую трёшку. Дабл-дабл от центрового ЦСКА. Высокая оценка твоих октябрьских подвигов, безусловно, дала ещё больше сил. На паркете ты был неудержим. Супергерой прям, согласен? Не могу сказать, что я супергерой. Вся команда молодцы. Показали очень хороший баскетбол. Каждый, кто выходил на паркет, внёс свой вклад в победу. В том числе и я. Просто сыграл свою роль. Да, я сегодня был неплох, но завтра выстрелит кто-то другой. Начало было таким достаточно уверенным. А что произошло в конце? В третью четверть мы ещё держались. В четвёртой четверти выпустили очень маленькую пятёрку. И они начали нас дабл-тимом. Чуть-чуть нас сбили. Мы хотели замедлить темп, потому что уже имеем преимущество за 3-4 минуты. Там всё равно было плюс 10. А они начали активно защищаться, а мы в свою очередь начали терять мячи. Поэтому надо этим поработать. Зенит не очень хорошо начал матч. Дали ЦСКА уйти вперёд, но в концовке вы полностью переиграли москвичей, почти отыгрались. Что изменило тренера по ходу игры? Не-не, игра длится 40 минут. Даже если вначале что-то пошло не так, есть ещё время исправить ситуацию. Вернуться в игру. На площадке может случиться всё, что угодно. В таких играх любая мелочь может решить исход. Вначале мы плохо играли под своим кольцом. Тренер сделал несколько перестановок, которые сработали. Удалось сократить разрыв, но для победы не хватило времени. То есть вы расслабились в концовке? Да, немного потеряли концентрацию, дали Зениту шанс. А с такой хорошей, агрессивной командой нельзя расслабляться ни на секунду. Если дашим шанс вернуться в игру, перевернут матч за одну минуту. Я бы не сказал, что это мы подрасслабились, просто мы хотели замедлить темп. Это было видно, и это сыграло для нас злую шутку. Ты сказал, что сыграл свою роль. А давай представим, что противостояние ЦСКА Зенит — это фильм. Какой бы жанр мог бы быть? Не знаю. Надо подумать. Может, триллер? Да, точно. Весь матч контролировали игру, но в последние минуты решили добавить немного веселья. Вообще нам нужно быть более прагматичными в концовках, чтобы спокойно доводить икры до победы. Я не готов к такому вопросу. Какой бы фильм я выбрал? Так, блокбастер, да? Блокбастер, бастер, блокбастер. Мне кажется, триллер однозначно. Меня убили этим вопросом, все. Вырезаем. Полагаю, очень интересным, непредсказуемым, где бы победил сильнейший. Ну, хорошо, жанр. Триллер. Я подумаю над этим вопросом, потом в следующем интервью скажу. Вот помните, мы там играли? Там был триллер. Сегодня прервалась ваша продолжительная серия побед на ЦСКА. Москвичам удалось разгадать «Зенит»? Это баскетбол. Так бывает. Кому-то весит больше, кому-то меньше. На самом деле все просто. Игроки ЦСКА сделали больше бросков, больше попали в кольцо, заслужили победу. Но ведь сезон-то длинный. Не надо зацикливаться на одном матче. Идем дальше. Посмотрим, что будет в следующий раз. Вы будете сильнее? Несомненно. Да, мы проиграли «Зениту» много игр подряд. Но не надо забывать, что сейчас всего лишь начало сезона. Много матчей впереди. Нам надо продолжать работать и улучшать свою игру. Ну что ж, удачи. Хорошо, что все хорошо. Хорошо, что все хорошо. Все, выключаем, все. На хороший фильм можно сходить еще раз. А на такой баскетбол нужно «Зенит ЦСКА» – самая громкая афиша, самые яркие спецэффекты, самая лучшая игра. Надо посмотреть график премьер. Когда там вторая серия? В Перми ждали приезд ЦСКА. Продали все билеты и установили новый рекорд посещаемости сезона. А Евгений Пашутин приготовил свою команду к сенсации. Но не хватило выдержки, а у Алексея Шведа магии было достаточно. 24 очка – лучший показатель в сезоне у Алексея и 7 передач. Невероятная хладнокровность в игре один на один. Тот самый случай, когда 6612 болельщиков восхищались игрой соперника. В Саратове встречали локомотив «Кубань», но были слишком гостеприимны. Позволили краснодарцам набрать первую сотню в сезоне. Александр Пятенев у хозяев набрал рекордные для себя 19 очков. А Андрей Мартюк не выполнил свою норму по подборам. Всего 4. Но компенсировал набранными очками. 25 – лучший показатель в карьере. Битва дебютантов «Самара» принимала МБА. Удивительно видеть наверху таблицы двух новичков. По 4 победы и 3 поражения. Но личная встреча интереснее турнирных раскладов. Битва двух разных философий. Но пока Сергей Базаревич и Василий Красев выясняли, чье кунг-фу сильнее, мяч забрал в свои руки Тимофей Якушин и решил исход матча. Подвиг защитника и лучший матч в карьере. 25 очков, 5 передач и 6 подборов. Матч, про который мы совсем не хотели рассказывать, чуть было не стал главной сенсацией осени. Лучшая команда турнира против худшей. Уникс не проиграл ни разу. Минск не знает, что такое победа. Но итог невероятный. 58-54. Уникс реализовал лишь 4 трехочковых из 26 попыток. А 4 игрока стартовой пятерки набрали лишь 12 очков. Но даже этого не хватило минчанам для победы. Нижний Новгород за первую половину матча с «Зенитом» набрал 20 очков. За вторую половину – 46. С таким половинчатым баскетболом побеждать трудно. Тем более действующего чемпиона на его площадке. «Зенит» бодро стартовал, шел к разгромной победе. Но позволил горожанам вернуться в игру. «Зенит» фиксирует третью строчку в таблице. Что более зрелищное – «Данк» или «Блокшот»? Спорить можно долго. Но вот где нет темы для дискуссии – промахи не приносят победу. Зато вызывают улыбку. Приготовьтесь улыбаться. Мы собрали главные промахи недели в отдельной рубрике. Самый простой бросок из-под кольца, говорили они. Как бы не так. Дмитрий Узинский, Михаил Кулагин. Диэн-дэвидовец и даже Ненат Дмитриевич. Дмитрий Узинский, он в проходе. Душка его накрывает. Такое ощущение. Не обходится и без мистических промахов. Иначе как объяснить то, что произошло с Винсом Хантером и Евгением Колесниковым? Порой в пылу борьбы партнеры по команде попросту отказываются понимать друг друга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Станислав Ильницкий летом перешел из Лока в Уникс. Но в столице Татарстана не потерял капитанский дух. Но Стас локтем в лицо – это не класс. Андрей Печкин из «Автодора» еще только готовится попасть в хит-парад с одним из своих мощных данков. А пока дебютировал в «Баскетбольных и смешных». Отправляемся в Пермь, где любят красивый баскетбол. Это Кирилл Попов, и он любит делать эффектно. Взлететь над защитой ЦСКА бесценно. Можно и не забивать, чтобы попасть в нашу подборку. НО! НО! А это партнер Кирилла Попова по парме – Павел Антипов. НО! Павел, добро пожаловать и с дебютом в «Баскетбольных и смешных». И напоследок заряжаем вас борьбой, которую устроили на паркете игроки «Автодора» и «Локомотивы Кубани». И на этом все, друзья. Это были «Баскетбольные и смешные», которые всегда находят моменты там, где тренер хочет ругаться. Уникс сыграл в финале – было. Уникс выигрывал чемпионат – не было. Уникс выигрывал у ЦСКА в Москве. В этом сезоне такого еще не было. 10 ноября армейцы принимают на своем паркете казанский Уникс. И это будет настоящая битва. Эти команды в этом сезоне еще ни разу не проиграли. Михаил Кулагин и Артем Забелин не умеют заглядывать в будущее. Но готовы к рубрике «Было-не было». Привет, Сэм. Я Михаил Кулагин. А я Артем Забелин. И эта рубрика «Было или не было». Я пробовал. Уникс уже готов к сезону настолько, что для хорошего результата осталось лишь выяснить, какой же татарский пирожок Дэрил Мэйкон. Теперь все знают, что Дэрил – опасный зурбелиш. Если чак-чак считается, то пробовали. А так в основном другие блюда нет. Ну, еще довелось попробовать оч-почмак. А что это такое? Треугольнички с мясом и с картошкой. Честно говоря, в прошлом году, пока я сидел на карантине, мне почему-то пришла идея попробовать изучить испанский язык. Но это продлилось неделю. На этом все закончилось. У меня такая же была попытка изучения испанского начать как раз до начала пандемии. Но мне нравятся больше личные уроки, нежели онлайн. И поэтому это все сразу завернулось быстро, потому что всех посадили на карантин. Да. Куда же без этого, когда в школе все дети, все играются, все шумят. Обычно за это и получаешь отворот-поворот с урока. Меня, наверное, выгоняли, может быть, один, максимум два раза. Потому что в школе я был прилежным, тихим парнем. Наверное, много раз, это были рэперы, это был и Лепс. В общем, много раз, да, был. Наверное, это был только один раз, наверное, на Басти. И все. Больше я когда предпочитаю ходить на... В клубы. Бывало такое, что очень ранние выезды были в аэропорт. И чтобы как-то себя занять чем-то ночью, бывало такое, да, фильмы, сериалы. Я вообще люблю смотреть. Бывает, что затягивает. Люблю смотреть. Тоже бывало на двух сериалах, прям ночь пролетала на раз. Да, я заводил собаку. У него прекрасного пса, но на данный момент он живет у родителей. Я кота завел, нашел черного. Мне друзья сказали, что вот бегает кирица котенок, говорит, ты искал черного, приходи, забирай. Не смог стоять. Конечно, ну, случались такие не так часто, но моменты происходили. Сердце бешено колотится в этот момент, когда ты это осознаешь. Благо гостиница была близко, быстро съездили. Но, допустим, как в прошлом году в Португалии у нас Хилл забыл кроссовки, а ехать вообще невероятно далеко по пробкам не отыграл в ходовых. Кроссовки я забывал один раз в жизни. Это было еще в спортивной школе. Благо мы играли в Москве, и папа быстренько съездил домой. Ну, опять же, если возвращаться к детскому баскетболу, то такое было достаточно часто. Профессионально уже на взрослом уровне такого пока еще не было. Ну, профессионально меня тоже не забивал, только смачно промахивался. Но дело это красиво. Красиво сделал, когда выигрыш с риска залепил между щитом и кольцом мяча. Такого пельмешечка. Да, приходил, потому что приглашение было неожиданно, и не успел ничего взять, но потом все договорились, все решили этот вопрос. Ну, и на крайний случай, я как подарок. Ленточка. Могу сказать точно, что да. И бывало даже очень часто такое, что тренеры в командах называли меня Димой. Так и зовут моего брата, поэтому, да, очень часто. Ну, не знаю даже, с кем, меня можно спутать. Ну, как бы, не подхожу ни в какую категорию. Хороший вопрос. Плюшевые медведи? Нет, а в какой момент жизни? Плюшевые медведи – это твоя тема. Ну, это моя тема. Мне, наверное, в детстве их не хватало, этих плюшевых медведей, поэтому они сейчас, наверное, догоняют, появляются в моей жизни. Писали ли мы болельщиками? Ты смотришь? Был такое. Достаточно часто. Ну, бывало, конечно. Но прям так вот, потому что пошли-пошли, нет, наверное, не было. Просто пишут иногда и все. Сегодня у меня игривое настроение. Ребята, всем пока. Приходите на игры Уникса, смотрите, болейте. Всем всего хорошего, до свидания. И лучшие моменты недели мы собрали в отдельную рубрику. Мастера воздухоплавания приготовили фигуры высшего пилотажа. Поехали. Малик Диме знает, как избежать блокшота. Бросок сверху – самый надежный способ. Центровой парбы умеет делать это красиво. Пас не глядя, Георгий Жбанов так тоже умеет. Джалин Рейнольдс без стеснения украшает момент Данком. Философия МБА в одном моменте. Старания в защите. Сергей Клюев ставит блокшот. Илья Платонов забивает треху в быстром отрыве. Пять секунд от защиты до атаки – бывает. Сольный проход от Джалин Рейнольдса. Отдельный вид искусства. Невероятная мощь американского центрового уникса. И лучшим моментом недели становится Алю Папирамски. Глеб Шейко отправляет мяч под своды переполненного дворца спорта «Молот». Малик Диме уже где-то там в стратосфере. Бам! Парма-Перьм. И на этом все, друзья. Увидимся через неделю. И помните, нам уже 10 лет, а баскетбол все еще лучше. Игра с мячом на планете Земля. Продолжение следует... Продолжение следует...